Всем привет и слава Украине! Передача новостей из Кавказа продолжает свою работу с вами я, Гелла Басадзе, и сегодня у нас традиционный звездец-мангусту с хорошо знакомым и любимым нами Мишей Самусем. Привет, Миша, очень рад тебя видеть. Привет, Гелла, героем слава. Сегодня будет, наверное, морской мангуст и морской звездец. Морской звездец. Тематика обязывает немножко мангуста притопить. Звездец морскому мангусту. Или морской звездец мангусту тоже имеет право. Но начнем мы традиционно с ситуации на фронтах, потому что там понятно, что там идет очень тяжелая работа. Там идет очень тяжелая работа. Что-нибудь там изменилось и есть ли какие-нибудь вещи, на которые стоит обратить внимание? Да, ситуация, ты абсолютно прав, очень тяжелые бои. Единственное, что можно разделять несколько направлений. То есть если Сватовское направление, это Луганская область, там пытаются русские войска наступать и украинские сдерживают, то есть занимают оборону и останавливают штурмовые действия довольно-таки мощной группировки, которые русские там скопили, с понятной задачей попытаться прорвать украинскую оборону и заставить украинское командование использовать резервы с Бахмутского, например, направления, а возможно и южного направления для того, чтобы эти резервы были использованы не для развития наступления на юге и востоке, а для остановки наступления как раз русских войск. Пока там фронт в основном стоит, бывает, что русские немножко продвигаются, потом их отбрасывают назад, это было и неделю назад и в течение этой недели. В принципе фронт здесь стабильный, но очень тяжелые бои. Затем Бахмутское направление. В Бахмутском направлении ситуация обратная, то есть на юге от Бахмута Клещеевка, Курдюмовка, Андреевка, вот такие населенные пункты, где украинская армия продолжает зачистку фактически этих населенных пунктов, а российская армия бросает туда резервы, новые и новые резервы, сжигает их там, что в принципе тоже неплохой результат, хотя пока вот за последнюю неделю были разные новости, что Клещеевка зачищена уже, затем русские бросают новые резервы и опять же заседают вокруг Клещеевки, то есть работа там действительно идет тяжелая, но эффективная и сжигание резервов в любом случае приведет к ситуации, когда эти резервы нужно будет действительно забирать или с Луганской области, где русские сейчас пытаются наступать, или с юга, где точно так же сжигаются резервы для того, чтобы любыми способами остановить продвижение украинских поисков. На юге два основных направления, это условно-бердянское и условно-запорожское направление, если брать немножко, на запад, на обоих направлениях украинская армия наступает, идет продвижение, есть уже информация, пока не подтвержденная, что украинские войска уже начали работу именно по первой линии обороны, по основной линии обороны, то есть полоса обеспечения пройдена, причем на нескольких участках, пока точных координат нет, но это и не нужно, в принципе, но работа заключается в том, что украинская армия начала пробивать, проламывать основную линию обороны, причем, может, ты видел, наши зрители видели публикации, несколько публикаций было в западной прессе, в одних публикациях говорилось, что украинская армия новую тактику применила, в других, что русская армия новую тактику применила, но обе публикации или обе, скажем так, полосы публикаций, что было несколько публикаций на эту тему, что типа украинскую армию, вот новые бригады учили на западе воевать по западной доктрине, а украинская армия начала воевать и оказалось, что нужно возвращаться к старой какой-то тактике, которая оказалась новой, но, честно говоря, я почитал эти материалы, ну там, ну, не хочется никого обижать, но там полный бред написан, никакой новой тактики украинская армия не применяет, применяется та же самая тактика, причем в основном это западная доктрина, то есть продолжение параллельных shaping operations, то есть формирующих операций и решительных операций, когда создаются условия, то есть что такое формирующая операция, опять возвращаемся к истокам, это когда артиллерия, высокоточные средства, авиация и так далее, любые средства огневые на разную глубину, тактическую, оперативную, выносятся, опять же, артиллерийские подразделения противника, ПВО, проэлектронная борьба, командные пункты, логистика, система управления, подыск боеприпасами и так далее, то есть вся военная инфраструктура, которая позволяет эффективно обороняться, вот этим украинская армия, в принципе, и занимается, то есть идет, слава богу, нам поставили еще кассетные боеприпасы, то есть идет более эффективная работа по личному составу, по бронетехнике, по артиллерии, если взять статистику уничтожения артиллерии противника сейчас украинскими войсками, но это просто десятки, десятки в день, там бывает 20 артиллерийских систем в день, бывает больше, то есть, ну, можно себе представить. Вообще, в целом сейчас украинская армия выносит, уничтожает на поле боя примерно батальон в день противника, это очень много, то есть, если мамки у них еще нарожают, то по поводу артиллерийских систем, я, например, сомневаюсь, что у них есть возможности, ну, если, например, в день 20 штук уничтожается или выводится из строя артиллерийских систем, то в месяц это уже 600 штук, и таких масштабов, даже восстановления старых артиллерийских систем, там, каких-то Второй мировой войны, до Второй мировой войны, вот говорят, что в Северной Корее будут брать вообще топотопные системы, которые в Северной Корее там есть на складах, потому что действительно дефицит нарастает, и война артиллерийская, и поэтому без артиллерии русские, конечно, не смогут эффективно противостоять. То есть, никакой новой тактики не изобретено, я просто, опять же, иллюстрирую, многие пишут, вот темпы низкие и так далее. Для иллюстрации, по-моему, мы уже говорили об этом, что операция по освобождению правобережья Херсонской области начиналась в июле 22-го года, а закончилась освобождением Херсона 11-го ноября 22-го года. Хотя это считалось молниеносной там операцией, и все говорили, что какая же она быстрая. Сейчас формально наступление идет 4-го июня, и у всех паника, что ничего не получается. На самом деле идет уничтожение всех возможных систем вооружения, логистики, управления, разведки, РЭП и так далее. И украинские войска продвигаются, да, медленно, но этот темп я не назову низким. Он оптимальный темп, который позволяет продвигаться в условиях, когда украинская армия бережет, естественно, наши войска. И даже если посмотреть по соотношению, опять же, рушится вот эта вот советская школа, когда наступающий должен нести обязательно в три раза больше потерь, и при наступлении у тебя должно быть там троекратное, а лучше шестикратное превышение по количеству войск и вооружения, техники. Так вот, украинская армия сейчас наступает на превосходящие силы противника. То есть, группировки, которые скоплены и на юге, и на востоке, там в сумме может достигать и 250, а по некоторым данным и 300 тысяч человек. Украинская армия, конечно, такими силами пока не оперирует. То есть, сейчас не введены оперативные резервы украинской армии для продвижения и на юге, и на востоке, а вот русская армия вводит оперативные резервы. То есть, то, что видно сейчас для того, чтобы остановить продвижение и на Бахмутском направлении, и особенно на юге, бросаются оперативные резервы, и поэтому это дает основание рассчитывать на то, что дальше у русских будет очень много проблем. Как раз с точки зрения, когда украинская армия проломит первую линию обороны, дальше начнутся реальные проблемы у русских, потому что резервы может не оказаться. Их придется концентрировать где-то с других направлений, а украинская армия наступает и держит напряжение русских не на одном направлении. Есть еще, кстати, направление Херсонское, если в обережье Херсонской области, где как бы пока тишина, такая ситуация в стендбай, хотя русские постоянно обследуют Херсон артиллерийскими системами, но украинская армия там ждет тех условий, которые позволят и там начать активное действие. Поэтому я думаю, что август будет очень активный, сентябрь тоже. Ну, в принципе, кампания вот эта вот, я думаю, будет продолжаться как минимум до ноября, возможно, там, как будет позволять погода до середины ноября. Здесь один аспект очень важный, что Россия явно хотела бы переходить или уже перешла на такой вот модель войны на истощение. Принимаются законы, решения по созданию условий для проведения новой волны мобилизации. Она будет намного более жесткой, намного более массовой. То есть, говорят, о 500 тысяч. И тут у меня, когда-то, плохие новости для Грузии. Да, вот тут вот, кстати, вот по Грузии. Дело в том, что у них сейчас, у русских сейчас какая ситуация? Когда приходит электронная повестка, то если ты не явился в условное время, в условленное время на пункт сбора, у тебя блокируются банковские счета, карточки и аннулируется заграничный паспорт. То есть я, опять же, для Грузии это плохо, но я просто русским говорю. Если вы хотите избежать мобилизации, куда-нибудь стартуйте. Ну, я скажу, летите в Белград, в Стамбул, в Тбилиси не летите. Там и так уже много. Но у русских сейчас последний шанс, на самом деле. Где-то по окончанию отпускного периода, где-то в середине сентября. Ждите конкретного занавеса, который закроют похлеще, чем во время Советского Союза. Никуда вы уже не уедете, никаких штурмов на самокатах не будет уже, потому что вас просто не выпустят за границу. Банально. Слушай, ну вот я, честно говоря, по релакантам, это уже серьезно, мы по лошадке об этом говорили. У меня был разговор интересный очень по поводу того отношения к релакантам и так далее в разных странах. Что хорошо, ну единственное место, откуда реально выдают, это Кыргызстан. Оттуда есть выдача. В Казахстане часто говорят задерживают, ну и выдавливают, но стараются выдавливать вне страны. В Армении делают вид, что сотрудничают, но тоже не выдают, задерживают и опять выдавливают. Ну куда из Армении выдавливают, я примерно представляю. Я имею в виду политически неблагонадежность. В Грузии вообще интересно, в Грузии очень часто просто не пускают. Политически неблагонадежность, что... То есть вот если мы берем постсовок, если мы берем постсовок, самая плохая ситуация в Кыргызстане. И в общем-то самое нормальное получается все равно в Грузии, потому что в Казахстане опять-таки там могут не пропустить, там могут задержать, но выдачи тоже были, но сейчас уже выдачи говорят. Он может вообще сидеть в Казахстане, но его не выдают. Поэтому казахский вариант для политически неблагонадежности. А смотри, что получится. Если действительно будет жесткая мобилизация, ну во-первых, они могут действительно закрыть границы. А во-вторых, если будет жесткая мобилизация, тогда все, кто бегут, реально становятся политически неблагонадежными. Наверное, на них могут быть уголовные дела. Да, правильно. Потому что в прошлом году, когда была мобилизация, там еще были административные нарушения и административная ответственность за все это. Не было изменений в законодательстве. Сейчас законодательную базу полностью подвели к тому... Во-первых, кстати, расширили возрастной спектр, теперь с 18 до 30, что намного увеличивает базу. Но кроме того, что все нарушения в этой сфере теперь криминальные. Любое уклонение – это криминально. Это фактически тебя приравнивает к дезертирству. То есть вот такая вот пошла сейчас тенденция. И поэтому действительно вот это вот... Да, и набирать будут намного больше. Не 100 тысяч, не 200, а 500. Потому что у русских действительно очень большие проблемы с резервами, которых хватает едва, чтобы сдерживать наступление. А ведь у Путина-то идея создать группировку в Беларуси, например. Все-таки решить вопрос с Донбассом, оккупировать его полностью. Ну и вообще, чтобы заморозить фронт, о чем мечтает Путин, нужно много людей, нужно много военных. Миллион, например. Чтобы все это буквально завалить телами, завалить живыми, мертвыми телами, без разницы. Для этого нужно миллион людей, скажем так. Если брать Беларусь, весь фронт с Украиной, это очень много. Одно хорошо, что они не успевают по времени. В сентябре они будут набирать готовность где-то... Ну, к концу ноября. То есть когда будет заканчиваться условно осеннее... Вот эта весенне-летняя осенняя кампания будет заканчиваться, переход к зимней. И в них будут какие-то вот первые новые, новые, мобилизованные будут в виде резерва куда-то уже поступать. То есть вот такая обстановка на фронтах. Интересная, но понятно, что война – это тяжелая работа. Мы это знали и знаем. Ну, вот это сначала шапка закидательства. Причем, знаешь, как разгоняемая шапка закидательства. А потом типа того, о, ничего не получается. Ну как? Ну ты же видишь, что сейчас в Украине. Я говорю, вижу. Я говорю, вижу это. В Украине война. Ну ты же видишь, что контрнаступление не получается. Я говорю, не вижу. Ребята. Вот это вот неправда. Я говорю, не вижу. Да. Потому что контрнаступление – это не компьютерная игра. Пятьсот раз говорит. Сотки километров длина этих оборонных сооружений, глубина десятки километров. Таких масштабов не было даже. Ну, то есть Вторая мировая, конечно, была. Но после Второй мировой таких масштабов не было. И поэтому здесь не нужно спешить. Вот самое главное. Здесь нужно делать все правильно, эффективно и с толком, с расстановкой. Это главный результат, а не куда-то спешить и куда-то показывать. Тут же есть еще… Да, вот эти публикации в прессе, западные особенно. Тут, опять же, аспект все больше усиливается, аспект предвыборной борьбы в Соединенных Штатах. То есть, насколько… Моя гипотеза, например, по поводу американского факта. В Соединенных Штатах политтехнологи администрации Байдена, видимо, объясняют, что нельзя допустить того, чтобы получился еще один Афганистан. Ну, не дай Боже, где-то ближе к ноябрю следующего года каким-то образом Соединенные Штаты активно будут помогать, а русские, например, сбивают несколько F-16-х там, ну, не знаю, атакамсы сбивают, как орешки щелкают, как говорит товарищ Куйло, и так далее. И это все может плохо повлиять на рейтинги и результаты на выборах. Поэтому они говорят, давай аккуратно. То есть, если украинцы, например, в следующей весне добиваются успеха на поле боя, проламывают оборону, доходят до Азовского моря, ну, тогда мы даем F-16-е, тогда понятно, тогда мы уже начинаем работать по Крыму, и в любом случае, даже если не будет каких-то, даже если собьют F-16-е, украинцы уже, как бы, будут для нас success story, успешной истории, которую можно использовать на выборных, и на дебатах, и никто не скажет, ну, куда вы влезли, и вот опять неудача. А если, например, не пробьются к Азовскому морю, тогда F-16-е давать. Очень, как бы, сомнительно, потому что, ну, представь, дебаты, Трамп, которого, может, не посадят еще, будет на дебатах и скажет, ну, смотрите, вы вложились в десятки миллиардов долларов, какой результат? Никакого результата, я сделаю это лучше, вот я за 24 часа договорюсь с Путиным, договорюсь с Зеленским, все будет отлично, все, все классно. Если Путин не согласится, я даю Зеленскому все, что можно, включительно с ядерным оружием. Все. У Трампа разговор вот такой вот. Ну, Трамп, как и парень, хотя, знаешь, что я тебе скажу, вот это его резкость, да, их там нет, их уже нет, там в Сирии по поводу Вагнерса и так далее, это все было прекрасно, но вот был эпизод в армяно-азербайджанской войне, вот это 44-дневная, когда Трамп позвал министра иностранных дел, когда он говорил, это как раз была предвыборная кампания в самом разгаре, я говорил, что, ребята, ну это же сделка, больше ничего, это сделка, можно заключить сделку всегда. И вот он зовет министра иностранных дел, поговорил с ними, вышел и сказал, ну вот я же говорил, что это сделка. Война продолжалась еще дней 20-25, Трампа уже переизбрали и закончилась так, как она закончилась. То есть, при всем при этом, Трамп не совсем понимает, не совсем понимает, что такое специфику. И вот тут, я боюсь, что тут тоже его бы ждало бы большое, большое разочарование. Ну, конечно. Трамп так пытался урегулировать разные конфликты. И в Азии, и на Горный Карабах, и он также и на Балканах там приедет. Говорил, ребята, все, это дел, 24 часа, какое там Косово, вот вам текст соглашения, подписывайте, я вас завалю деньгами, все будет хорошо. Не получилось. Потому что слишком много всяких, ну, то есть, конфликты, это всегда сложно. Особенно, которым десятки лет. Поэтому, а между Россией, Украиной конфликты сотни лет. Тут так легко не разойдешься за 24 часа. Идея в том, чтобы предоставить Украине все, что можно вместе с ядерным оружием, мне нравится. Но, но дойдет ли до этого, вот в общем вопрос. Хотя первым Джавелины передал нам Трамп, кстати. И, да, Обама нам не передавал оружие. Трамп передавал оружие. Первое. То есть, он сделал прорыв, потому что там идиотские быдорассуждения. Летальное или нелетальное оружие? Оборонительное или наступательное оружие? Я говорю, ребята, ну, какое, что значит автомат Калашникова? Это оборонительное или наступательное вооружение? Смотря в какой операции или в каких действиях это принимает участие. Если это в оборонительной операции, значит, это оборонительный автомат. Если наступательно, то наступательно. Но вот во время администрации Обамы вот эта вот летально-нелетальная помощь и оборонительное наступательное вооружение, ну это просто был кошмар, честно говоря. И вот этот вот прорыв, вот этот вот психологический, когда нам Трамп поставил там первые 40 дживелинов, это просто был какой-то кошмар и шок у всех. Как же так? Украине передали наступательное вооружение, Россия там вещала, что сейчас наступят какие-то там, ну просто такие последствия наступят, что ну неимоверные. Ничего, конечно, не наступило, точно так же, как морской мангуз подкрадывается незаметно. И вот буквально сейчас Украинская гидрография, это орган, который занимается управлением морских дел, скажем так, морской безопасностью, выдал предписание международное о военной опасности в российских портах в Черном море, в Азовском море. Украинское ведомство правительственное выдало предписание о военной опасности в российских портах. Что бы это значило? Это означает, что ВМС Украины, вооруженные силы Украины будут уничтожать все корабли и суда, которые будут следовать в российские порты. Это зеркальный ответ российским попыткам блокировать зерновые соглашения, ну и вообще блокировать вообще навигацию, свободу навигации в Черном море. То есть долго мы к этому шли, с 2014 года на самом деле, когда Россия оккупировала и аннексировала Крым, они силовым способом просто уничтожили международное морское право в Черном море. И с того момента они типа доминировали в Черном море, просто контролировали, сделали из этого русское озеро в украинских территориальных водах. Сейчас Украина показала за последние два дня военный большой десантный корабль, на бок положили и танкер, тот, который занимался в том числе перевозкой нефти для Черноморского фото и в Сирии, очень важно. И тот, кстати, оленеводческий горняк, оленигорский олень, тоже занимался, он участвовал в Сирийском экспрессе, как они называют. Кстати, он состава Северного флота, это не Черноморский флот, это состав уже, то есть нам удалось даже Северный флот немного покоцать, это очень хорошо, чтобы они даже не думали с других флотов сюда корабли, в наше Черное море присылать. Не, ну на самом деле вот эта неделя, она чем примечательна, да, естественно сказать, что стратегически важные победы были достигнуты, но она примечательна тем, что нарушены многие внутренние табу, существующие в голове. То есть на протяжении очень многих, всегда, и Россия, а до нее Советский Союз, ну Советский Союз был более ответственным, но все-таки страной, если он делал что-то, делал чужими руками, но Россия всегда была уверена в чем. Мы бомбим Сухулин, но нам же не ответят, нам не ответят ни за что. Мы сравняем землей Грозный, нам опять не ответят, а то, что ответят, это ответим мы сами, организовав взрывы домов в Москве. Мы бомбим, Схенвали они бомбили, они там, то, что в Схенвале разрушение на самом-то деле, они же бомбили в тот момент, когда там была, вы сказали, из градов, дома вот так не уничтожаются, дома в щепки не разлетаются. Теперь дальше. Они абсолютно были уверены в своей незнаказанности, что Киев бомбить доказал. Если бы им за день до войны, и даже за вторую неделю войны, за третью неделю войны, им бы сказали бы, а Москву если будут бомбить, только кривая улыбка не была бы сказать, Москву бомбить, вы что, Москву бомбили? Ракетный крейсер Москва потопить, вы совсем рехнулись, это же флагман. Ракетный крейсер Москва в 2008 году вышел из Крыма, дошел до Гудауты, выпустил ракеты, обстрелял территорию Грузии и так далее, спокойно вернулся в Крым. И вот этот ракетный крейсер, они даже врали, уже надо было что-то придумать, они типа того, морской бой с Грузией, три ракетных катера, не было никаких ракетных катеров, у нас были катера пограничной охраны, которые были потоплены, если бы было бы, вышли на перелес ракетному крейсеру Москва, но вот ракетный крейсер Москва, они мотивировали, то есть они мечтали, чтобы кто-то с ними сразился, но вот они такие мощные, они, вот вдруг оказалось, что как только кто-то вышел на перелес ракетному крейсеру Москва, он альтернативно всплыл. И не надо мне говорить, что я, почему я радуюсь этому, я думаю, это понятно почему. Ну, дело тут, на этой неделе, в чем новизна? Новороссийск считался вообще портом, который защищен, конечно же, от украинских. Так, ну это 700 километров, если говорить о необходимости пройти дрону с Черноморского побережья Украины до Новороссийска, это около 700 километров, ну невозможно было даже представить. А тут, оказывается, спокойно подходит морской дрон, причем видео показывает, что он подходил не спеша, спокойно рассмотрелся. Этот БДК был абсолютно расслаблен, никакой противодирекционной службы там не неслось. Во всяком случае, незаметно было на бортах бегающих каких-то матросиков, которые бы пытались там что-то, кого-то уничтожать. Спокойно, освещение было видно, корабль прекрасно. Подошел дрон и в борт ему занес свои там 300-400 килограмм взрывчатки, что и привело к вот такому крену. И я думаю, что уже его не восстановят, потому что на самом деле, я думаю, что на Черноморском флоте такого, ну сухого дока такого размера просто уже нет. Ну посмотрим, как они будут с этим БДК дальше обращаться. Но удар по танкеру – это уже еще один этап. То есть Украина показывает, что она готова наносить удары по любым судам, которые… Самое интересное, вот этот судно, танкер, он находился в украинских территориальных водах, международно признанных. То есть это Керченский пролив, но с украинской стороны, то есть с крымской стороны. И тут, извините, даже он не нашел, что сказать. Я ожидал, что он скажет, ну как же так можно, ну прекратите агрессивное действие против наших русских друзей. Даже он ничего не сказал, потому что нечего сказать. Это даже не международные воды, это украинские территориальные воды, 12 миль. Ну о чем вы говорите? Мы имеем право там уничтожать любые суда, которые зашли туда незаконно. А этот танкер, кстати, он многие десятки раз нарушал территориальные воды, конечно, санкционный режим. Он, кстати, находится в списке в американском санкционном, потому что постоянно и в сирийских делах он замешан, естественно, крымских и так далее. То есть это действительно, и вот это вот предписание, почему я сказал про украинскую географию, что, ну, это новый этап, то есть украинское государство не делает вид, что мы тут ни при чем. А украинское государство объявляет, что все порты России на Черном море объявляются законными военными целями. И извините, если кому-то что-то не нравится, обращайтесь в Лигу сексуальных меньшинств, как говорил там товарищ, или в какую-то другую организацию. Но мы это терпеть не будем, потому что, вот вдумайся, дело, даже зерновое соглашение, ведь это же бред полнейший. То есть какое-то государство решило руководить экспортными поставками другого государства, причем, ну, по какой причине? Потому что у них больше оружия? Причем Россия к экспорту зерна из Украины. Это же полнейший бред. И вот сейчас этот бред возвращается зеркально. Раз вы хотите управлять пространством Черном море, Украина тоже хочет этим заниматься. Причем есть инструмент. Я надеюсь, что дрона у нас будет больше и больше. Сотни дронов. А сотни дронов, ну, это будет угроза, которую вряд ли российский флот сможет с этим справиться. Да, с одним-двум дронами, вот когда Украина испытывала эти дроны, еще были, возможно, какие-то попытки их нейтрализовать. Но когда это будет постоянно сотни дронов атаковать флот, ну, невозможно противостоять. То есть к Черноморскому флоту приходит исторический конец. Именно в нашу эпоху. То есть уже было несколько... Вот это вот... Черноморский флот у него, сколько он, три раза он копился. В том числе и советская власть его копила. Потому что в 2018 году, кстати, Черноморский флот же поднял украинские флаги. В 1918 году. И матрос-железняк там с Петрограда, он занимался тем, что Черноморский флот нужно затопить и так далее, чтобы не дать украинским националистам в тот момент использовать флот. Я думаю, что сейчас настало время следующего, жеста доброй воли в этом плане. Да уж, да уж. Слушай, по поводу осуждения и так далее. В принципе, смотри, он же это бюрократическая связь. Ну, конечно. И какого ляда, какого Бармалея они вдруг так влезли? Как подставить? Ну, давай прямо расскажу. Подставили же, подставились. Зачем? Зачем? Смысл? В чем суть этого всего? Поздравиться России? Ну, объяснение, может быть, кто-то взял деньги. Я не знаю. Потому что по-другому объяснить... Ну, это был не генсек, а заместитель генсека или помощник генсека, который там кто-то заявил об ударах по Москве, что это, оказывается, антигуман или как он там выразился. Ну, типа того, призвал стороны воздерживаться от атак на гражданские объекты в связи с ударами по Москве. Извини, я тогда сразу же дописал. Я говорю, хорошо. Если бы он призывал воздерживаться от атак на гражданские объекты даже не на линии фронта, даже до этого... Как его зовут? Даже только после 22-го года я бы что-то бы понял. Но в данном случае... Дело в том, что дело буквально за день до удара по Москве вот у меня за 500 метров от меня на Самс сбил шахет. И осколки полетели прямо на жилые дома, но не на мой жилой район, а соседний. То есть это одесская трасса, которая идет. Они летят по этой одесской трассе к нам. И было видно, что гепарды хотели сбить, пытались сбить эти шахеты где-то 50 километров от Киева. У меня просто 20-й этаж, я это вижу. Потом они сбивали эти шахеты ближе к гепардам, и не удалось. То есть один сбили, два пролетело дальше, один потом сбили буквально на Самсом. И третий пролетел, он ближе к центру, тоже его сбили. И он упал на... просто рассыпался там тоже по жилым административным зданиям. И ООН молчала об этом. То есть об этом молчок. А вдруг по Москве, Москва-Сити, Москва-Сити, это оказывается какая-то... Ну извините, так не бывает. Если вы наносите удары, значит ждите, чтобы по вам будут удары. В это никто не верил, но это реальность. Я еще помню с детства, система три кольца, на Москву ничего не должно упасть, еще как. Еще как падает, и кстати подтвердил этот, Песков уже подтвердил, говорит, и так делаем все возможное. Для того, чтобы... То есть мы не можем, что называется. И у нас остается не так уже много времени, но я все-таки спрошу у тебя про угрозы Польши. А чего вдруг сейчас Польше стали грозить? Польша всегда поддерживала Украину и так далее. Чего вдруг сейчас тут тебе и Вагнерф, и Сулакский коридор, и прогулки там по Жешу, по Варшаве, там еще что-то, еще что-то. То есть Польша их не отпускает. Ну, почему бы не использовать этот момент? Это гибридная, то есть формируется очередная гибридная операция. Когда начали концентрировать, только начинали концентрировать вагнеровцев, или бывших вагнеровцев, в Беларуси сейчас их там около пяти тысяч, то сразу родилось три гипотезы по поводу сценариев. Первый сценарий – это, понятно, подготовка к очередному нападению на Украину, и этот сценарий остается реальным, потому что после мобилизации там можно будет сформировать 100-150 тысяч человек группировку, и там на несколько направлений говорят о планах захватить Роменскую АЭС, кстати, чтобы нанести еще больше урон энергетической структуре Украины и опять создать кризис зимой. Это первая гипотеза, вторая гипотеза – это как раз гибридная операция «Сувалский коридор» между Литвой и Польшей. Собственно, гибридная операция. То есть реальная операция, не угроза, а реальная операция. Реальная, но гибридная. То есть помнишь, был такой миграционный кризис, который был организован в Беларуси, но там явно с Россией, понятно. То есть когда привозили реально тысячи людей из Ирака и Сирии специальными рейсами, и потом их направляли на Литву и Польшу, и там получалось очень много проблем и у Польши, и у Литвы. Причем Европейский Союз действовал не очень конструктивно. Там были даже обвинения в том, что литовцы, например, слишком жестоко обращаются с мигрантами, их нужно, наоборот, обогревать и принимать побольше. Им объясняли, что это не просто мигранты, это специально там среди, да, действительно, невинных людей запускаются реально обученных боевиков и так далее, которые провоцируют силовые сценарии для того, чтобы ввязывать, втягивать Польшу и Литву в такой вот гибридный конфликт. Сейчас то же самое может быть. То есть не обязательно это будут какие-то боевые подразделения. Это могут быть, опять же, какие-то группы непонятных людей, без абсолютно, без каких-то отличительных знаков. военных, но, например, с оружием, которые начнут проводить диверсионные акции, но не яркие, ну, то есть не явные диверсионные акции, а говорить, что мы вообще мигранты, мы вообще хотим в Жешу попасть, посмотреть, как там живут люди, мы без каких-то агрессивных, каких-то намерений и так далее. Все это будет пропаганда, конечно, русская, белорусская, разгонять и так далее, то есть покачать ситуацию. Главный расчет, насколько я понимаю, все-таки проверить реакцию НАТО. Опять же, вспоминаем, что было на этой неделе. Прорыв белорусскими вертолетами на 3 километра в воздушное пространство Польши. На фоне вот этих разговоров есть и конкретные попытки или конкретные действия. Они зашли на 3 километра, и Польша, и НАТО отреагировали, мне кажется, очень неправильно. То есть сначала поляки вообще скрывали этот факт. Пока видео не слили в сеть, что действительно летали над таким-то населенным пунктом. По карте смотришь 3 километра от границы. Тогда поляки сказали, что радары не увидели. Но это полный бред, потому что, опять же, видео показывают, там не 10 метров они летали. Нормально там метров 200 над поверхностью они летали. То есть любые радары могли... И Ми-24, и Ми-8, это не были какие-то мелкие вертолетики. Это были такие хорошие кабаны. Ну, ты знаешь, Ми-8, Ми-24, это советские вертолеты. Их радары любые увидят. И только потом, когда уже пошла волна возмущения народного в Польше, в Украине, например, и так далее, заявили, что, ну, окей, мы вызываем посла и так далее. То есть реакция была очень неправильная. Реакция была очень похожа, когда русские сбили беспилотник стратегический над Черным морем, американский. Тоже мы сейчас ответим, но потом это все замяли, опасаясь эскалации, опасаясь тягивания в конфликт и так далее. Вот на это может быть рассчитана эта гибридная атака и гибридные операции. Попытаться раскачать НАТО и привести... Возможно, это приведет к тому, что НАТО и распадется. Вот кризис НАТО через... Как раз вот Брюссель скажет, а мы не хотим, давайте это замнем. А поляки скажут, да извините, ну сколько можно терпеть уже этот вред? Когда, представь, вот вагнерыцы заходят, захватывают два польских села. А Брюссель говорит, да ничего страшного, давайте как-то... Ну, это какие-то люди непонятные, давайте не будем оскаливаться. Но это очень рискованная вещь. А если не говорит, а если вступает в действие в пятых статьях? Не объявляю, просто объявляют войну. Ну, странная война будет. А белорусы скажут, мы вообще не знаем, кто эти люди. Вообще не знаем. А если НАТО на них начнет нападать, скажет, это агрессивный блок, использовал каких-то непонятных людей, это, может, НАТО организовало? Кстати, ты видел фотки фейковые, типа, как Вагнерево стоит возле столба пограничного с надписью «Польша», «Польска» с шевроном? Оказалось, что это поляк стоял, пограничник, со своим шевроном. Они туда налепили вагнеровский шеврон и перевернули фотки. Ну, то есть идет нагнетание, на самом деле. Я бы на месте поляков и литовцев очень серьезно к этому всему относился, потому что иногда кажется, что это комедия и фарса, потом вылазит в реальную проблему, и многие потом охают и ахают, как же так получилось. И, кстати, третья гипотеза, почему вагнерцы появились там, это африканская история. Опять же, расшатывание Африки, это параллельно сейчас происходит, параллельная галактика как бы, да, но на самом деле, я думаю, что там тоже и российские спецслужбы, и вагнеровцы будут задействованы. Идет удар по западу, по коллективному западу. Как будет реагировать Франция, США, вот в неделе, например, есть базы американские и французские. Что сейчас будет? Как будет реакция французов? Кстати, французов там уже обрезали с поставками урана, других полезных ископаемых. То есть там идет конкретная уже такая вот попытка удара по экономике. Поэтому я, например, вот эти все три гипотезы, я их объединяю в одну комплексную операцию, расшатывание, ну, понятно, подготовка по Украине, расшатывание ситуации Польши-Литва с перспективой на НАТО. И опять же, Африка, это опять же удар по коллективному западу. Если там будет действительно хаотизация, крупная, масштабная хаотизация Африки, опять мигранты, опять штурмуют Европу, опять удар по Европе. И здесь вот эта вот страусиная позиция, которая характеризует и НАТО, и ЕС до сих пор, она может вылезти боком на самом деле. Слушай, ну, допустим, мы с тобой сейчас сидим на Смоленской или на Фрунзенской набережной. Не дай бог, конечно. И на одну секунду вот мы моделируем то, что ты сказал. Я бы смоделировал следующим образом. Да, удары будут, да, удары будут болезненные, но реакция может последовать, скорее всего, и, скорее всего, последует следующее, что да, ребята, раз так, получите ответку. И ответка, ну, скажу так, что ответка, она будет гораздо, возможности для ответки у этих ребят гораздо больше, чем у России. Да. Тут дело один маленький аспект. Мы уже об этом говорили. Предвыборная кампания в штат. Вот хотел сказать об Аме. Байдену, вернее, не самому Байдену, Байден хороший президент. Его политтехнологам, его ребятам-стратегам, ну, вот эти вот влазения в какие-то африканские дела или европейские дела, или вагнеровские дела в Польше, ну, абсолютно не нужны, потому что они непрогнозируемы. Они говорят, окей, мы сейчас туда влезем, а вдруг в Африке полный крах. И сейчас опять покажут, как мы убегаем с Африки. Нас там с русскими флагами нам под задницу дают. Я уверен, что это рисуется, это моделируется в Вашингтоне политтехнологами, потому что они живут на другой планете, на самом деле. Они-то русских не понимают. Они русских не понимают, к сожалению, что им нужно бить сразу по морде. Вот как я говорю, вот если бы, представьте, что в Украину залетели на 3 километра белорусские Ми-24, Ми-8, что бы с ними было? Ну, я могу, два варианта. Или бы их посадили просто наши истребители, или их просто бы уничтожили. Они бы не вернулись в Беларусь, это 100%. Потому что 3 километра это много, да еще два вертолета. Я понимаю, там один вертолет, ну, сказали бы, ошиблись, там карты мыши съели и так далее. Но два вертолета, которые в паре работали, Ми-24, это ударный вертолет, зашел на 3 километра, нужно было жестко действовать. Чтобы сразу был доклад в Крем, что, да, поляки настроены очень агрессивно, давайте не будем. Потому что можно просто попасть на ответку. А вот такие реакции, они как раз и, ну, ты сам знаешь, как только с русскими начинают вот так действовать, идет поощрение. Не готовьте ей, хорошо. Значит, сейчас мы тут еще вкинем, тут вкинем, тут поддавим. Там где-то проедемся по Сывалскому коридору, не знаю, как его, байкеры эти, волки, или как они там называются, ночные волки проедутся по Сывалскому коридору. Они же как бы без оружия, они просто несут русский дух. И вот, и что ты с ними сделаешь? Если их сразу не остановить и жестко не заломать, они будут там кататься и демонстрировать вот это вот свое гибридное преимущество. К сожалению, в Европе пока не научились, как нужно действовать с русскими. Надо действовать жестко. И тогда, и тогда наступает, как бы вот, вот, смотри, по БДК отработали, да, морские дроны. Реакция какая? А никакой реакции. Наоборот, сегодня вот ночь и день прошли, да, было несколько воздушных тревог, но они были связаны больше, там, МиГ-31 поднимался с кинжалом, но это были учебные полеты. То есть не было ударов по территории Украины. Хотя, по логике европейцев, они бы сказали, ну, ребята, вы ударили сейчас, ну, все, русские сейчас, я не знаю, что сделают, сейчас, может, ядерным оружием ударят. Все, вы перешли красные линии, перешли. Все красные линии давно уже перейдены. Вот в чем все дело. Конечно. Чего они, в общем-то, не понимают. А что касается, вот смотри, ты поднял очень глобальную тему по поводу выборов и по поводу того, ну, а как вести себя им. Ну, а как себя вести им в той ситуации, когда, ну, хочешь не хочешь, а выборы правда, тихо-тихо приближаются. И пока у Байдена, как бы, ну, почти один-один. То есть позор в Афганистане. Реальный позор. В общем, там позор ведь не военный, позор там логистический. Организационный. То есть это было непонятно, что... Да, там логистический позор, который привел к позору политического, причем серьезного позора. Если бы я практически... Там есть, Гелла, там есть очень, очень один такой дерьмовый, вонючий вопрос. Как бросили тех людей, которые служили для американцев, помогали им агентура, переводчики и так далее. С ними поступили очень плохо. Очень дерьмо. Это даже не логистика, но это реальный какой-то полный бред, честно говоря. Даже фильм есть, по-моему, «Переводчик». Да, фильм «Переводчик». «Переводчик» вызывает. Да, да. Это очень дерьмовый вопрос. И есть второй вариант. Есть вариант Украины, но вариант Украины... Украина выстояла, но Украина еще не победила. Конечно же, в одинок выбором нужна победа. И вот тут мы на мягких лапах переходим к последней теме. Это тема... Ты, конечно, военно-политический аналитик, но слово «политический» в твоем, скажем так, в твоем кейсе, оно занимает достаточно большое, очень большое место. Поэтому, конечно же, я с тобой обсужу тему «Саммит Абсталуновская Роли». Тема «Саммирная». Ты знаешь, что когда я слышу мирные переговоры, я сразу же понимаю, что это то, что сейчас хочет протащить Кремль, но в данном случае, я так поразмышлял, я думаю, что это как раз-таки те мирные переговоры, обсуждение мирного процесса, который действительно стоит обсуждаться. Почему? Потому что, во-первых, там будут представлены мирные инициативы Украины, а они, кстати, простые же, как карандаш. Трибанец. Терриальная ценность. И все вытекающие из нее последствия. Международное право, да? Просто вот давайте уважать международное право. Это все базируется на международном праве. Куда точнее фундамент. Это встреча коллективного Запада и глобального Юга. Да. Абсолютно верно. Что очень важно было, Китай и Индия. Куда это? Они лидеры глобального Юга. Да. Не то, чтобы они что скажут всем, они это самое. Послушайте, но они самые крупные страны. Без них можно, конечно, обсуждать, но... Смотри. Россия начала эту войну в надежде на то, что она станет лидером глобального Юга в противогрессе коллективному Западу. Эти надежды провожились, да, у них и не было никакого шанса. Даже без привязки к Украине не было никакого шанса, потому что все равно Китай и Индия, даже если бы мы допустили теоретически, что они какого-то успеха добились бы в Украине. Всего добились. Но они бы в лучшем случае создали бы территорию Советского Союза, взяли бы под контроль, подмяли бы под себя, но не экономически, не как по другому. Да, возникла бы перспектива стать не империей, но вернуть соцлагерь. У Китая был расчет на этот успех, потому что Россия бы тогда стала инструментом, очень удобным. В английском направлении, да, очень удобно. И даже, кстати, вот в Африке, в Африке Россия тоже инструмент, может быть, Китая, да, то есть вагнеровцы работают, а за ними идут китайские компании. Просто Китай объективно сильнее России во всех отношениях, абсолютно, там доминанта полная. И я говорю это не для того, чтобы обидеть Россию, нет, бога ради, это просто та реальность, которая есть. Я думаю, что вот эти самые политологи, аналитики, стратеги, осознали другую вещь. Да, Россия не стала лидером глобального мира, но она стала пищей для глобального. Таких кусок очень вкусного, хорошо прожаренного мяса. Причем есть куски для тех, кого любят скромью, есть куски там, места, которые хорошо прожарились. Well done, да. И получается, что вот этот глобальный юг тянет свои руки к этому куску, а коллективный Запад пытается бить их линейкой и говорить, низя, низя, низя. Вот извини за такое поэтическое сравнение, у меня такое чувство, что в Эр-Риаде, а, кстати, одним из главных, который тянет свои очумелые ручки к этому куску, это принцы Мухаммаду бен Салману, мы это знаем. Так вот, в Эр-Риаде они собираются скорее для того, чтобы выработать общие правила, чтобы были и волки целы, и волки сыты, и пастуху вечная память. Абсолютно верно. То есть это, но это начало процесса. Давай признаем, что это только начало процесса, никаких там прорывов не будет. Тут главное, что люди соберутся, очень важные люди, вместе и поймут, что действительно вот это направление, оно перспективно. Потому что вот как Россия проводила свой саммит Африка-Россия, да, вот это много там смешных вещей было, но смысл в том, что никакой глобальной идеи этот саммит не нес, на самом деле, кроме каотизации Африки. А вот этот саммит, он имеет очень, ты абсолютно четко сформулировал эту идею, разработать новые подходы к формированию следующей модели мира после победы Украины. И вот эти вот мирные идеи, да, это не мирные переговоры. Мы не говорим пока о переговорах между победителем, пораженным, там, наказанием военных преступников, но эти процессы все будут проговариваться. Кто будет, какая модель будет формирование, концентрация и освоение, конечно же, средств для восстановления Украины. Это очень важный вопрос. Кто будет допущен. Кстати, вот когда еще там год назад с китайскими товарищами проводили всякие воркшопы и я говорю, ребята, с вашей позиции вы не получите место за столом. Вы не получите за каким столом? Говорю, ну, смотрите, джентльмены, мы воюем, а некоторые джентльмены нам очень помогают. И они имеют право, когда мы будем формировать следующую модель мира, в том числе и делить вот то тело, да, вот этот кусок мяса. Мы имеем право за ним находиться. А вы говорю нет, потому что вы, во-первых, ничего не делали, во-вторых, всем кажется, что вы ночью поддерживаете вот этот кусок мяса, а кроме того, вы еще не инвестировали ничего в нашу победу. То есть, как мы вас допустим? Они, ну, нет, мы за мир. А вот сейчас вот Китай, видно, что начинает пытаться. Ну, мирные их эти идеи, это хорошее там предложение. А вот сейчас вот, когда уже серьезные люди будут садиться за стол и говорить, Китай тоже должен что-то положить, вот так вот выложить перед собой. Что у нас есть вот это, мы предлагаем вот это. Только они не всякие там 12 пунктов, которые друг другу противоречат. Что-то конкретное. Как с этим куском мяса дальше жить и как это все остановить этого идиота, который засел в Кремле и который просто уже, ну, достал, по-моему, всех, на самом деле. Знаешь, я с тобой соглашусь и не соглашусь. Я думаю, что модель послевоенного переустройства мира, она, конечно же, имеет значение и, конечно же, это очень важный аргумент, ровно так же, как это важный аргумент. Но я, у меня вот такое чувство, что все-таки, все-таки, на данный момент речь идет скорее о вот сегодняшних текущих проблемах. Дело в том, что было очень интересное заявление, кстати, есть такой, вот, блин, Миша, прости, не ты, Миша, Миша Гончар, прости. Значит, есть такой Денис Гончар. Когда я буду говорить про Гончара, я буду говорить, какой он фамилию из Паганин, большевец. Он у нас кто? Он у нас новая звезда внешней политики России, он у нас главный по делам СНГ. Он, я не знаю, может быть, это был такой пиар его, а может быть, так случайно получилось. Он жидко обделался во время переговоров в Москве Мирзаян Байрамов, когда подсел к Лаврову и сказал, не надо говорить, бывшая Нагорно-Карабахская автономная область, азербайджанцы обижаются. Ну, во-первых, то, что там был включен микрофон, и это все услышали, это одно. Во-вторых, азербайджанцы никогда не обижались, когда говорят бывшее Нагорно-Карабах, азербайджанцы напрягаются и обижаются. Я не знаю, как Ром это говорит. А вот когда говорят бывшая Нагорно-Карабахская автономная область, такого не было, чтобы они обижались. Ну, вот так вот. Так что он Он еще и, если это случайно получилось, он еще и лавровился. В вопросах компетентности. И вот тут дальше у меня плохие новости. Неплохие новости, но неприятные. Тут он зовет следующее. Попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательства во внутренние дела суверенных государств и их отношения к этим странам мы наблюдаем сегодня со стороны США и Европейского Союза. Что такое применение экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций? Это понятно. И тут же он сказал, что нелегитимность в том, что эти страны, эта страна, она даже не нарушает санкции. Она просто-напросто торгует. К сожалению, он заявил это о группе. Моему величайшему. То есть о чем сказал Гончар? Плохой Гончар сказал. Плохой Гончар сказал вот о чем. Он сказал о том, что, ребят, вы давите, вы давите, даже ваши санкции не нарушают, вы все равно давите. Вот у меня такое чувство, что вот этот саммит в Эль-Гриаде, это будет как раз-таки попытка экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательства во внутренние дела современного государства. То есть это будет просто-напросто им сказать, ребят, благодаря вам, Россия, так или иначе, да, у них все кисло, да, у них сократились нефтегазовые доходы, да, у них сократилось многое, но... Так что... Деньги у них еще есть, да, и тут вот, да, тактическая задача лишить их денег. Именно. Да, доллар уже почти 100 рублей, это хорошо, но нужно, чтобы был 300. Я думаю. И чтобы денег было все меньше и меньше, и тогда действительно тренды поменяются на фоне того, что еще и звездец Монгусту на фронте, ну, черном море, но экономически тоже нужно душить, и это правда. Так или иначе, я скажу тебе так, что, конечно же, все решается все равно на парах сражений, но война – это вещь многокомпонентная, и в данном случае один компонент, конечно же, должен помогать другому. А мы, мы, пожалуй, на этом закончим, потому что, по-моему, мы опять перебрали немножко, но ничего страшного. Не думаю, что зритель на нас сильно обидится. Огромное тебе спасибо за очень-очень интересную беседу, и Монгусту обязательно наступит звездец, уже наступает. Верим в ЗСУ и слава Украине! Вера им слава! Спасибо, Агела, за приключение. Субтитры сделал DimaTorzok